Они следят за каждым шагом и действием членов избирательной комиссии во время выборов. Активная жизненная позиция для этих людей не просто слова. Впервые Институт независимого общественного наблюдения появился в 2018 году. На выборах 2023 года на каждом избирательном участке на территории Самарской области будет вестись независимое общественное наблюдение. Всего подготовлено порядка 2000 наблюдателей. Независимое общественное наблюдение – это глаза избирателей, отмечают эксперты. Ни один спорный вопрос не останется без внимания на этих выборах. Степень нашей эффективности не зависит от результатов голосования. Кто победит – это не имеет значения. Но нам важно, как проходит процедура, чтобы соблюдалось четко все процедуры, которые прописаны в законах и нормативно-правовых актах. Чем больше становятся наблюдателей на избирательных участках, чем дисциплинированнее ведут себя все участники избирательного процесса. Наблюдатели приступят к своей работе с 8.00 8 сентября и будут выполнять эту задачу до момента подсчета голосов и подведения итогов выборов на заключительном заседании избирательной комиссии Самарской области. Следить за соблюдением закона будут как в очном формате, сидя на избирательных участках, так и посредством видеонаблюдения. Этот формат будет функционировать в круглосуточном режиме. Видеофиксация, которая производится, и видеорегистрация, и видеонаблюдение – это все сохраняется. После того, как уже все было подсчитано, уже были итоги голосования, у нас три месяца будет храниться все это непосредственно в сети изображений именно со дня официального опубликования результатов как раз-таки выборов. В пул наблюдателей вошли активные неравнодушные граждане, достигшие 18 лет. В этом году состав общественных наблюдателей помолодел. Четвертая часть состава – люди моложе 35 лет. В большой интерес к этой деятельности проявляют студенты. Курирует деятельность наблюдателей общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. В этом году в его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Сергей Баскин, события.